Это обычно вялотекущая пленарка начинается с нападков законодателей на команду премьер-министра Селика Ахметова. Депутаты сегодня, кажется, никого и ничего не стесняются. Эстафетная палочка дошла и до них. Какие конкретные результативные меры вы собираетесь принять, чтобы администраторы программ все-таки более ответственно относились к качеству планирования и исполнения государственного бюджета? Или в этот раз все ограничат только разговорами да выговорами отдельным должностным лицам? Депутат словно в воду глядел. Ответ премьер-министра – дальше выговоров дело не дошло. Еще со стародавних советских времен выговор с занесением – самый успешный метод в плане показухи. Я считаю, что те наказания, выговоры – это достаточно действенный механизм за осуществлением бюджетной дисциплины. Были наказаны вице-министры, которые курируют те или иные направления за неиспользование бюджетных средств. Были наказаны, рекомендованы наказанием Акима их заместители ряда областей. В общем, было наказано порядка десяти государственных служащих. Больше всех, похоже, недоволен к обминам спикер Нижней палаты Нурлан Нигматуллин. Он сразу прямо громко намекнул об этом министру экономики Ербулату Дусаеву. Нынешнее правительство ничуть не лучше и не хуже предыдущих, считает бывший сенатор Валихан Кайсаров. Причина неуспешности Кадмина, по мнению Кайсарова, лежит исключительно в политической плоскости. То есть он вынужден работать с тем материалом, который ему дали. И ожидать какой-либо эффективной отдачи при таком раскладе дела, когда ты должен выполнять только чьи-то поручения, а не то, что требует экономика, то, что сегодня реальным является проблемой государства в экономике. И то, что ты сам не можешь подбирать кадры. Это две самые важные причины. И каким бы умным не был бы премьер, каким бы умными не были бы члены правительства, пока эти два главных фактора не будут устранены, ни одно правительство в Казахстане не будет эффективным. Основной причиной нарушения бюджетной дисциплины премьер-министр Ахметов считает законодательное несовершенство. То есть, как разработчик законопроектов, вину он как бы берет на себя и тут же разделяет ее с парламентариями. Но в целом, кажется депутатской поркой, Кабмин остался доволен. Кабмин остался.